Глава 4. Подзаголовок 9. Первая интифада или «Как волка не корми». Уже на следующий день после аварии в Джибалие восточно-ирусалимская газета «Аль-Фаджр», связанная с ООП, писала, что гибель четырех палестинцев явилась результатом злонамеренного преступления. Находившийся в Багдаде Ясер Арафат воспользовался вспышкой беспорядков для того, чтобы заверить арабов в скором и неизбежном уничтожении Израиля. «О героические сыны Газы! О гордые сыны Западного берега! О мужественные сыны Галилеи! О стойкие сыны Негева! Пламя революции, поднятой против сионистских захватчиков, не угаснет до тех пор, пока наша земля, вся наша земля, не будет освобождена от этих алчных оккупантов!» Конец цитаты. «Впадая в аффектацию, Арафат теряет присущую ему осторожность. В этом обращении он призвал арабов восстать и освободить всю нашу землю, в кавычках, каковой он определенно причисляет не только западный берег реки Иордан, Иудею и Самарию, но также Галилею и Негев, суверенную территорию Израиля в границах 67-го года. А когда мэр Бейтлехема, Элиас Фрейдж, христианин с умеренными взглядами, предложил временно приостановить насилие, Арафат ответил, «Всякому, кто вознамерится остановить Интифаду, прежде чем она достигнет своих целей, я всажу в грудь десяток пуль». В течение нескольких недель это насилие организовывалось и финансировалось ООП, собравшей арабскую молодежь в штурмовые комитеты Интифады. Активисты Интифады верили в то, что им обещал Арафат. Победа близка, они на расстоянии брошенного камня. Они забрасывали израильские машины камнями и бутылками с зажигательной смесью, устраивали завалы на дорогах, принуждали арабское население к участию в постоянных забастовках, силой препятствовали арабам, выезжающим на работу в Израиль. Торговцы, открывавшие свои лавки, вопреки распоряжениям руководства Интифады, подвергались погромам. Врываясь в школы во время занятий и выгоняя детей на улицы, активисты Интифады создавали видимость всенародного восстания. Их не смущала та кровавая цена, которую пришлось заплатить палестинским детям за участие в массовых акциях насилия. Фундаменталистское движение «Хамас» старалось не отстать от ООП. Его активисты создали собственную альтернативную структуру штурмовых комитетов. В течение последующих четырех лет «Хамас» и ООП соревновались между собой в попытках подтолкнуть палестинское население к кровопролитию. В этих условиях израильская армия делала то, что было предписано ей Четвертой Женевской конвенцией. Она старалась защитить арабское и еврейское гражданское население, патрулируя шоссе, разбирая дорожные завалы и арестовывая зачинщиков беспорядков. В ответ на это члены штурмовых комитетов в кавычках набрасывались на солдат Сахала с топорами, кирпичами и бутылками с зажигательной смесью. Таким образом, они снискали себе международную славу борцов за свободу в кавычках. Теперь ООП было важно не испортить мученический образ палестинского восстания и не спровоцировать Сахал на жесткие ответные действия. С этой целью руководство ООП разослало приказ, запрещающий палестинским боевикам на контролируемых территориях использовать огнестрельное оружие. Израиль не считает себя оккупирующей страной в Иудее, Самарии и Газе, поскольку эти районы являлись частью территории, выделенной в 1922 году Лигой Наций для создания еврейского государства. Таким образом, наша страна не признает принципиальной применимости 4-й Женевской конвенции, определяющей нормы поведения на оккупированных территориях Киудее, Самарии и Газе. Тем не менее, Израиль принял на себя одностороннее обязательство следовать гуманитарным постановлениям 4-й Женевской конвенции в этих районах до тех пор, пока не будет установлен их окончательный политический статус. Статья 64-я 4-й Женевской конвенции, 50-й год, признает за оккупирующей стороной право подчинять население оккупированной территории тем распоряжениям, которые необходимы для того, чтобы дать оккупирующей стороне возможность выполнять свои обязанности согласно настоящей конвенции, «осуществлять упорядоченное правление на территории и обеспечивать безопасность оккупационных сил и администрации, а также объектов и линий коммуникаций, используемых ими». Конвенция не требует, чтобы жителям оккупированной территории было обеспечено право на опротестование решений военной администрации в Верховном суде, право, которое Израиль предоставляет населению иудеи Самарии и Газы. Конвенция не запрещает оккупирующей стороне применение смертной казни. Израиль отказывается применять смертную казнь даже в случаях крупных террористических актов. Израиль часто подвергается беспощадной критике за высылку с территории подстрекателей и организаторов беспорядков на том основании, что Четвертая Женевская Конвенция запрещает депортации в кавычках. Разумеется, это так, статья 49. Однако запрет на депортации был внесен в Конвенцию с целью предотвращения массовой высылки гражданского населения, как это имело место в ходе Второй мировой войны. Депортация одиночек, деятельность которых ставит под угрозу как силы безопасности, так и местное гражданское население, не может быть признана противоречащей духу Четвертой Женевской Конвенции. С началом массовых волнений многие на Западе и в Израиле полагали, что возбужденные подростки в Шхеме и Хевроне желают лишь освобождения западного берега от израильского контроля. Но штурмовые комитеты «интифады» видели свою задачу иначе. Арафат и лидеры Хамаса поставили перед ними гораздо более значимую цель – «изгнать евреев с каждого дюйма палестинской земли» в кавычках. В листовках руководители штурмовых комитетов разъясняли цели борьбы своим сторонникам. Так, например, листовка организации ФАТХ, выпущенная 21 января 1991 года, гласила, что евреи являются потомками обезьян и свиней, с которыми следует себя вести соответствующим образом. Выпущенный тогда же призыв Хамаса гласил, «С врагом не будет никаких переговоров, ни один сантиметр палестинской земли не будет уступлен, путь к освобождению лежит через джихад». Что же касается евреев, живущих в Иудее и Самарии, то лидеры «Интифады» призывали своих последователей зажечь землю у них под ногами. Западные средства массовой информации никогда не интервьюировали лидеров «Интифады» с помощью переводчика, знающего арабский, потому и не могли услышать, чего же именно хотят добиться борцы за свободу. Когда же сотрудник CBS Боб Саймон опробовал этот новаторский метод, он получил прямой ответ от руководителя группы из семи активистов «Интифады», лица которых были скрыты масками. «Я хочу всю Палестину, всю целиком. Палестина неделима. Хайфа, Акка, Яфа, Галилея, Назарет – все это части Палестины». Ни одна из этих частей Палестины в кавычках не находится на территории Иудеи и Самарии. Все это области Израиля, принадлежавшие ему и до 1967 года. Во всех указанных районах наличествует значительное еврейское население. Но спустя несколько месяцев все, кроме крайних экстремистов, стали уставать от погони за этой несбыточной мечтой, и орел «Интифады» начал меркнуть. Бесконечные забастовки подорвали развитие экономики, которая кропотливо строилась с 1967 года. Многие предприятия закрылись, и их владельцы были доведены до нищеты. Контроль за соблюдением правопорядка был передан в руки соперничающих бандитских формирований, финансируемых и управляемых различными группировками ООП. Один из лидеров террористической группировки «ФАТХ», «Черные пантеры», так описал контроль ООП над кровавыми расправами. «Мы не убиваем всякого по своему усмотрению. Мы советуемся с Центральным комитетом Черных пантер, который поддерживает непосредственный контакт с военным командованием ФАТХа за границей. Я всего лишь получаю приказы от военного командования ФАТХа». Началась жестокая охота на «коллаборационистов», в кавычках, в ходе которой активисты-интифады уничтожали всех заподозренных в сотрудничестве с Израилем. В числе жертв зачастую оказывались лица, вызвавшие личное недовольство тех или иных бандитских главарей. Богатые, люди с высшим образованием, политические противники и тому подобное. Насилие, порожденное интифадой, было в конечном счете обращено против самого арабского населения. Кровавое сведение счетов стало нормой палестинской жизни. За пять лет интифады число палестинцев, убитых в ходе внутренних конфликтов, составило 750 человек, почти столько же, сколько погибло в столкновениях с израильскими силами безопасности. На пятом году интифады число жертв внутреннего террора составило 215 человек, и лишь 90 палестинцев погибло в ходе столкновений с Цахалом. В различных населенных пунктах на территориях неоднократно обнаруживались тела арабов, заподозренных в сотрудничестве с Израилем, со следами ожогов, распухшие от побоев, изуродованные, расчлененные, обезглавленные. Вдов, коллаборационистов насиловали, детей жестоко избивали. Интифада пожирала своих детей. В средствах массовой информации совсем мало была освящена антихристианская направленность интифады. Против арабов-христиан, проживающих в Иудее и Самарии, была организована компания насилия, поджогов и шантажа. Их пытались вынудить продать свое имущество мусульманам и покинуть святую землю. В таком традиционном христианском центре, как Бейт-Лехем, Вифлеем, имеется сегодня мусульманское большинство, поскольку значительная часть христиан была вынуждена бежать из города в ходе интифады. В статье, опубликованной в католическом журнале «Терра Санта», священник Жорж Абу Казен писал, что арабские страны не жалеют денег на исламизацию Палестины. Он выражал опасения, что в результате интифады христианское присутствие на святой земле будет полностью искоренено. По словам Абу Казена, христиане слишком запуганы, чтобы открыто заявить об этой угрозе.